Девушки отдыхают Он активный и смелый Он трижды попадал в Книгу рекордов Украины Его приглашают выступать на лучшие спортивные события страны Вот это мой любимый мотик новый Это мотор, это свеча, это цилиндр Это передние вилки, это задний тормоз, а это передний тормоз Это ручка газа, это пружина задняя, а это, чтобы заводить этот мотик Его имя Брэнд, его имя Тимур Кулешов И он самый маленький мотогонщик страны Я очень люблю кататься Такой же, как и все, играется в песочнице, гуляет, ходит в садик Ну, все, в принципе, он обычный ребенок Никому не рассказывает, что он ездит на мотоцикле Для него это стандартная какая-то вещь На том, думаю, что я буду уже расти Мне совсем не страшно Любовь к скорости передалась маленькому Тимуру, скорее всего, от прадедушки Мой дедушка любил мотоцикл У него был мотоцикл Он с бабушкой очень, скажем так, бодро ездил Адреналин от езды любит ощущать и папа Тимура, Александр На велосипеде я с самого детства езжу Все свое детство, вплоть до сегодняшнего дня, у меня существует велосипед Мама Тимура считает, что к профессии гонщика он готовился уже тогда, когда был еще в животике Когда создалась наша семья еще без Тима У нас появился местный первый мотоцикл Вот драйвового уже было тогда, а потом, когда я узнала, что я в положении По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он меня подвозил до работы до четвертого месяца Это действительно как-то интуитивно передается ребенку Он же чувствовал, чем мы жили в это время Когда Тима появился на свет, все сразу поняли, что мальчик очень активный А мы его даже катали в коляске, как мы шутили по внедорожью То есть там по тропинкам просто он не ездил, но надо было вот так его трусить В общем, как на мотоцикле И он тогда только засыпал И когда мы останавливались, он сразу просыпался Он такой, да, не посидите Родители не ставили себе цель вырастить из сына гонщика Все случилось само собой, когда увидели в глазах своего чада искорку счастья от быстрой езды Подарили ему на первый день рождения беговел маленький И он на нем бегал быстрее, чем без него И это было началом Беговел – это аналог велосипеда, только без педалей и предназначен для очень маленького возраста Он позволяет ребенку научиться координировать свои движения, держать баланс Собственно, это и становится стартом для двухколесной жизни Я хочу Бадди Ви Ви, это мы понимали, что я хочу кататься на беговеле Это кажется невероятным, но маленький Тимурчик начал кататься раньше, чем ходить Еще не было двух лет, мы ему подарили велосипед В год и одиннадцать он уже полноценно ездил на двухколесном велосипеде с педалями Когда он даже не застывал ногами до педалей, мы его как бы ставили и подталкивали И он балансировал, то есть он ехал Саша запускает его ко мне или наоборот, мы его подхватывали В это трудно поверить, но в два года Тимур уже начал ездить на мотоцикле В два и два он сел на мотоцикле впервые с дополнительными колесами В два и семь он уже ездил на бензиновом мотоцикле без дополнительных колес Так получилось, что мотоцикл сломался, мы с ним его ремонтировали И надо было проехать 30 метров до гаража, поставить на ночевку Предложил ему просто там, садись, я тебя докачу Посадил его на мотоцикл, толкнул так, ну, ладошкой И он, смотрю, уверенно сидит, держит, рулит Я говорю, будем пробовать без дополнительных колес Он дал согласие На мотоцикле надо вести спокойно себя и не баловаться Поразительно, но ребенок в два года и семь месяцев самостоятельно разгонялся на мотоцикле до скорости в 30 км в час Там ручка газа была, он ею полностью сам контролировал Тормозами тоже он полностью работал, то есть все зависело от него Конечно, это было гордость за ребенка, что да, вот это наш ребенок и он так может За всем процессом наблюдала мама Тимура Даже помогала своему семейству, придерживала ворота гаража, помогала одевать защитную экипировку Мы с мамой переглянулись, ребенок дал добро, мы его вместе одели и начали пробовать Волнение есть всегда, оно никуда не девалось, никуда не уходило Естественно, это твоя кровинка, ты за него призываешь Мам, не бойся, я всегда буду аккуратно кататься и ничто не свертиться Мальчик сосредоточен, очевидно, скорость приносит ему удовольствие На сегодняшний день он полноценно в пять лет может двухчасовую тренировку отъездить Семья Кулешовых – настоящий пример для подражания в своей дружности Тренирует Тимура папа, мама всегда рядом Она прежде всего оказывает моральную поддержку Я считаю, что семья должна быть полной, насколько это возможно То есть, все-таки, там, должен быть и мама, и папа Он должен чувствовать нашу поддержку Что может больше сплотить родню сильнее, чем общий драйвовый досуг? Мама, папа и я – вся семья выезжает кататься на двухколесном друге Это невероятно Любовь к экстремальному спорту требует соответствующей подготовки и защиты Оказывается, в Украине невозможно найти экипировку для такого маленького ребенка Комбинезоны шились на заказ, ботинки на два размера больше Перчатки были обычные детские, зимние, обшивались кожей Умеешь кататься – умей и приземляться Правильно падать – это искусство, которому надо учиться еще с самого начала У Кулешовых свой алгоритм Упал, поднялся и поехал дальше Папа уверен, если не давать время на размышления, почему упал Страх падения не появится Спросили, все нормально, едешь дальше Он кивнул головой там или через лен Пробухтел что-нибудь, что, мол, да, еду Посадили и поехал дальше Я только устраиваюсь, когда я упал И мне согнулось кольцо Вот это вот мне не нравится Я упал, хотел продолжить гонку И у меня мотоцикл сломался Я не смог положить гонку 2015 год Профессиональный мотогонщик Илья Михальчик катает трехгодовалого Тимура Мастер учит мальчика главным фишкам быстрой езды Тимур очень способный ребенок У него есть много своих плюсов И я наблюдаю уже за ним четвертый год И вижу, как он растет на глазах Идет прогресс каждый год, каждый месяц В будущем родители планируют отдать свое чадо в руки опытного мотогонщика Я общаюсь, в принципе, со всеми мотоспортсменами Украины Мы дружим, все бываем на всех мероприятиях, которые связаны с мототранспортом Есть теория, практики, естественно, меньше Потому и будем искать тренера для дальнейшего развития А это украинские велодни Здесь наш маленький гонщик обгоняет на велосипеде мэра украинской столицы Виталия Кличко В зимний период не особо разгонишься на заездах Поэтому родители развивают сына другими видами спорта Зимой мы чаще всего это лыжи, батуты, шведская стенка Работаем с ОФП, с дыхалкой, выносливостью Батутами занимаюсь и танцами акробатическими Я танцую с девочками и мне нравится Я на первое занятие пошел, я выхожу, говорю, я хочу туда ходить Я очень люблю играть в лего Это мое любимое игре, занятие Недавно семья Кулешовых вернулась из отдыха в Буковеле Мама ездила с своей подругой, они не могут нас догнать Он катается очень резво, круто Ну, скажем так, я так не катаюсь, это точно То есть если у меня там максимальная скорость может быть 30 км в час То у него до 60, а может даже, да, больше 60 было точно И он может кататься вот по 8 часов без перерыва и не устает Как ни странно, но сын сразу подметил тонкости катания на лыжах и подсказал их своим родителям Папа меня уже почти догоняет Когда ты ровно едешь, вообще ровно, когда вот так вот спинку уронил Ты чуть-чуть скорость превышаешь Я ему говорил, попробуй так, учу, как надо держать правильно Пятилетний Тимур Кулешов уже трижды попадал в Книгу рекордов Украины В два года и два месяца стал рекордсменом, как самый маленький велосипедист А в два с половиной года поставил второй рекорд Это рекорд Украины, как маленький самый мотогончик И уже в три года и семь месяцев Тимур стал самым маленьким стандрайдером Украины за свои трюки на мотоцикле Гонщик Тимур Кулешов на вопрос, какой ты мальчик, отвечает так К сожалению, в Украине нет соревнований для гонщиков столь маленького возраста Поэтому семья Кулешовых принимает участие в гонках за границей Два года подряд ездили в Россию, сейчас готовятся в Испанию Уже с трех с половиной лет этот чудный малыш соревнуется с ребятами старше себя В его классе участвовало более 20 детей, он был самым младшим Я считаю, что у Тимура может быть большое будущее Потому что он уже на свои года реально развит и очень талантлив Я думаю, что у него все получится Сегодня Тимуру Кулешову уже пять лет Невероятно, но он уже ездит со скоростью до 72 км в час Маленький гонщик тренируется на трассе вместе со взрослыми мотоциклистами Ребенка приглашают на гонки Мальчик показывает представление, свои трюки Также выступает как шоумен Мне нравится, когда мне на гонках дают награду и мыльные пузыри Александр желает и другим родителям поверить в свое чадо Но если же вы ставите цель развивать способности ребенка, нужно запастись выносливостью и терпением Во-первых, это надо этого хотеть Надо не лениться, во-первых, самому родителю заниматься своим ребенком Тут главное хорошо поработать с ребенком, побегать за ним, придержать как надо Он был маленький, не понимал, зачем шлем Мы одевали шлем, ходили в нем по квартире и мы показывали, что вот, мы шлем, и так надо, это защита То есть, ну, в насосном примере показывать ребенку, как надо себя вести, ну и любить Сильно любить детей, это самое важное Мои родители хорошие, потому что они меня всегда поддерживают во всех спорта Родители Тимы Кулешова придерживаются той стратегии воспитания детей, когда взрослые прислушиваются к мнению и ощущениям ребенка Я со своим ребенком, как со взрослым человеком, общаюсь еще с пеленок Я доверяю своему сыну с малых-малых лет Когда я вырос, то я хочу стать гонщиком, как Валентина Россия Это испанский мото-гонщик Он на мотике, и у него с белым-синим мотоциклом Я хочу всегда побеждать Я хочу быть крутым гонщиком Он заводит двигатель И поехали Дерзкие и талантливые, смелые и неугомонные, самостоятельные и счастливые Они – наше будущее, они – будущее Украины Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok